Стрелица. Поселок городского типа в Семилукском районе Воронежской области России. Образует с поселком Бахчеево городское поселение Стрелица. Население составляет 3,9 тысяч жителей. Общая протяженность границы Стрелицкого городского поселения 22 959 метров. Общая площадь земель в границах Стрелицкого городского поселения 9,6 квадратных километров. Поселок расположен в 20 километрах от областного центра города Воронежа и в 13 километрах от районного центра города Семилуки. На крайнем юго-западе Семилукского района на реке Дивица, приток Дона, в 4 километрах от трассы А-144. Соединен с железнодорожной веткой со станцией Латная на линии Воронеж-Косторная. По периметру поселка Стрелица разбросаны стрелицкие карьеры по добыче огнеупорных глин. Визитная карточка воронежских неоландшафтов. В центре поселка, рядом с администрацией Воронежского рудоуправления, находится здание поселковой администрации. На первом этаже этого здания находится отделение связи, аптека, филиал сберегательного банка Российской Федерации. Центральная улица в поселке – это улица Победа. Перед Дворцом культуры на небольшой площади проводятся празднования и массовые мероприятия. Известно, что начиная с XVII века, земли, на которых в настоящее время расположен поселок Стрелица, принадлежали крестьянам земельного общества села Дивица. Рудник Стрелица в первую тонну огнеупорной руды дал в 1906 году. Поселок Стрелица был основан как рабочее поселение для горняков, добывающих огнеупорную глину в качестве сырья для Семилукского огнеупорного завода в 1926 году. Первое здание, построенное в поселке – это амбулатория 1926 год. В 1930 году открылась больница, строились каменные дома-бараки для рабочих. С 1935 года в поселке Стрелица разместилось главное воронежское рудоуправление, ибо в настоящее время, организовывающее добычу огнеупорной глины и других полезных ископаемых – камень-песчаник, пески, красная глина – месторождение огнеупорных глин Стрелица разрабатывалось с 1900 года. В годы Великой Отечественной войны поселок Стрелица находился в зоне оккупации с 3 июля 1942 года по 28 января 1943 года. Активных боев на территории поселка не было. По рассказам местных жителей, немцы прибывали сюда на отдых. Они заняли все наши дома, а нам приходилось ютиться в погребах и сараях. Многие жители поселка воевали на фронтах. Однако памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке нет. В День Победы жители поселка всегда возлагают венки к памятнику в сельском поселении Девица. Из Девицы призывались на фронт и жители Стрелицы. До 1947 года поселок Стрелица находился в составе Девицкого сельского совета. В 1947 году поселок Стрелица получил статус поселка городского типа и стал административным центром. Поселковый совет объединил жителей всех рабочих поселков горного управления. Это Стрелица, Орлов, Лох, Бахчеева. В Стрелицкой школе в 2005 году присвоено имя бывшего ученика Таранцова, погибшего в Афганистане. И в 2005 году школе исполнилось 70 лет. Озерно-садовый природно-территориальный комплекс в настоящее время в Стрельцком горнорудном массиве стал господствующим. Первые сады на отвалах вскрышных пород были посажены в восточные поселка в 1972 году. После 1980 года садовое направление рекультивации на карьерах стало преобладающим. Особую привлекательность имеют массивы садов, чередующиеся с водным зеркалом озер на поверхности гидроотвалов. Вблизи Стрелицы находятся четыре водоема. Малое озеро, Большое озеро, Северное озеро и Запрещенка. Чтобы сохранить водоемы от высыхания, приходится регулярно вести подкачку воды из реки Девица. В Малое озеро докачка прекращена несколько лет назад, поэтому озеро сильно уменьшилось и поросло камышом. Самым завершенным озерно-садовым комплексом является участок в 0,5 километра на северо-западе от поселка Стрелица. Его формирование завершилось в 1972 по 1974 годы. В центре массива находится озеро Запрещенка, площадью 13 гектар. В рудниках Воронежского рудоуправления на Латнинском месторождении пластичных огнеупорных глин ведется добыча огнеупорных глин. С 1943 года были восстановлены рудники и вновь началась добыча огнеупорной глины. Огнеупорную глину перевозили из рудников до станции Латная по железной дороге на паровозах. Такой техники в Воронежском рудоуправлении давно уже нет. Перевозка осуществляется на современных тепловозах и большегрузных автомобилях БелАЗ от 30 до 45 тонн. В 2002 году Воронежское рудоуправление отметило юбилей в 100 лет. Функционирует ремонтно-механический цех. В 2008 году крупная немецкая компания Гейдельберг Цемент Групп приобрела 75,1% акции ООО Воронежское рудоуправление. По мнению экспертов газеты, коммерсант сумма этой сделки могла достичь 56 миллионов долларов. Рассматривается возможность строительства в Стрелеце цементного завода на базе ООО Воронежское рудоуправление, производственная мощность которого составит 2 миллиона тонн цемента в год. Сегодня экономика поселка в глубоком кризисе. В Стрелеце нет уличного освещения уже много лет. Дороги разбиты или их просто нет. Мосты через реку находятся в аварийном состоянии. Из-за задолженности населения перед коммунальными службами были случаи отключения отопления и водоснабжения в зимний период. Отключали целые улицы и районы. Стрелецкий ДК находится в запустении. Декоративные чулунные заборы в школе и в парке Стрелецкого ДК разрушены охотниками за цветными металлами. Главные улицы и парк возле речки завалены мусором. Их редко убирают на школьных субботниках. В 2006 году в поселке открыто предприятие Виброкварц по выпуску вибропрессованных изделий. Стеновых блоков, тротуарной плитки, бордюрных камней. Помимо промышленных предприятий в поселке действует значительное количество магазинов, киосков, а также торговый центр. Рынок, три аптеки, кафе, бильярдная, мастерская по изготовлению мебели, работает почтовое отделение, касса Сбербанка, банкомат Сбербанка и банкомат Райфвайзенбанка.